На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином Ночное такси сегодня и всегда с вами Мы смотрели телеканал Ночное такси И я уверен, получили для себя очень много хорошей музыкальной информации о шансоне по-русски Итак, начинаем В рубрике «Близкое ретро» сегодня с вами показываю дуэт Любови Успенской и Слава Медяника Это очень интересная запись Она действительно вполне может претендовать на титул исторической Это самый первый концерт Любови Успенской, который происходил в России И не просто в России, как в стране В стране России у нее уже к тому моменту концерты были А именно в Большом государственном концертном зале России Совсем рядом с Кремлем Происходило все это в 1996 году, уже более 20 лет назад Что немаловажно, конечно, этого концертного зала уже не существует Осталось только вот это видео Слава Медяник дружил с Любовью Успенской в Америке Она пригласила его, тогда он еще в Россию только приезжал Не вернулся еще окончательно Для участия в этом концерте И вот этот замечательный дуэт я сегодня с удовольствием показываю вам в рубрике Близкое ретро Это Любовь Успенская и Слава Медяник Как будто нарушно метель загружилась Порывистый ветер мешает ходьбе Уже не поправить Того, что случилось Ты сам по себе Я сама по себе Мы оба с тобою По-своему правы А если мы правы То дело в судьбе Дорога налево Дорога направо Я сам по себе Ты сама по себе Дорога налево Дорога направо Ты сам по себе Ты сама по себе За месяц, за месяц Пойду по порядку Ромашки в июле Ромашки в июле Дождик в сентябре И все же о прошлом Вздохнем мы украшкой Ты сам по себе Я сама по себе И все же о прошлом Я сам по себе, я сама по себе. В рубрике «Лицом к лицу» показываю фрагмент интервью Альбины Десницкой. Мы очень серьезно поработали с Альбиной в 2016 году, более чем серьезно. Мы сумели записать 9 ее новых песен на видео. Плюс к этому Альбина записала в нашей студии две композиции из репертуара Аркадия Северного. И эти песни вошли в третий том золотой серии Аркадия Северного, которую наша студия стала издавать начиная с осени 2016 года. Как раз знаменитый Тихорецкий концерт, записанный в 1779 году, и были инкорпорированы те песни, которые в нашей студии с нашим аранжировщиком Арменом Аганесяном сделала Альбина Десницкая. На мой взгляд, получилось здорово. Песни эти очень хорошо звучат у нас и в эфире радиостанции. Песни, конечно же, сделаны на видео. Я уверен, что и вам будет интересно их в очередной раз посмотреть и переслушать. Считаю, что вся эта сложная работа была сделана певицей по-настоящему более чем достойно. Мы действовали таким образом. Аранжировка была сделана в нашей студии. Подчеркиваю, наш аранжировщик делал все партии, в том числе и партии живых инструментов, гитар. Но в нашей студии не записывался вокал и в нашей студии не сводились эти треки. Все это делалось в Москве, в той студии, с которой работает уже не один год Альбина, делалось со звукорежиссером, которому она очень доверяет, с Анатолием Замковым. Я считаю, что вот так, невзирая на сложность создания этих треков, но действительно все это получилось более чем удачно, в чем вы, конечно, можете убедиться, посмотрев эти песни на нашем канале. Хорошо получилось и, конечно же, я очень благодарен за выбор репертуара. Ну, я уже рассказывал, что мы никогда, даже выпуская такие серьезные издания, как, например, «Есенинские чтения», где инкорпорируются песни, также новых современных исполнителей, «Золотую серию», которую мы начали делать в 2016 году и будем делать по 2020 год включительно, мы никогда, в общем, не устроим тут худсовета для современных артистов, которые принимают участие в этом проекте и, собственно, выбирают песни Аркадия Северного, и затем, после тщательно сделанной аранжировки, эти песни включаются в оригинальные альбомы Северного 70-х годов. Я вообще к понятию худсовета отношусь очень плохо. Я помню 80-е, 70-е годы, все-таки считаю, что здесь художественного мало, как правило, больше от слова «худа». Я ни с одной стороны и никогда не играю в цензора и не играю в истину в последней инстанции, тем более музыканты должны действительно по-настоящему серьезно определиться, когда они делают вот такую работу. И я очень рад тому, что когда мы предлагаем песни, предлагаем их в достаточно большом количестве, все-таки эта музыка мужская, Аркадий Северный песни делал под себя, он никогда не писал стихов, но он писал музыку, мелодию, и поэтому, если поет женщина, то, конечно, всегда это достаточно сложно выбрать. Но вот могу сказать с благодарностью Альбине Десницкой, она выбрала, и я был очень рад, что этот выбор совпал и с моим продюсерским желанием, хотя, подчеркиваю, с моей стороны было только предложение, но никак не требование исполнить обязательно эти песни. Я очень рад тому, что мы сделали «Журавлей», песню, которую Аркадий Северный впервые записал в 1977 году вместе с питерским ансамблем под управлением Бориса Циммера в альбоме «Колода карт». И очень рад тому, что мы сделали также в 1977 году, записанную в Питере и бывшую в свое время в невероятном фаворе у публики, композицию «Сигарета Прима». Причем сделали мы ее именно в том ключе, в котором изначально она создавалась Северным. Северный написал мелодию под твист, который на самом деле очень удачно получился. После «Северного» песню эту исполняли, в том числе Михаил Шифутинский, он исполнил ее в 1887 году, то есть через 10 лет после оригинальной записи. Совершенно по-другому, другая тональность, другой темп, другой музыкальный рисунок, в общем никак не твист. Затем был опыт исполнения этой песни и более близкий нам по времени в 2000 году. Это был дуэт Виктора Королева и Кати Огонек, и тоже все было совершенно по-другому. Я был очень рад, когда Альбина последовала моему совету и попробовала спеть твист. Получилось по-настоящему достойно. Итак, Альбина Десницкая в нашем традиционном блоке «Лицом к лицу». Далеко-далеко журавли полетели, оставляя поля, где бушуют метели. Далеко-далеко журавлям полететь нет уж мочи, и спустились они на поляну в лесу среди ночи. Александр, в первую очередь спасибо. Спасибо вообще за вашу помощь в продвижении моего личного творчества. Я когда-то и мечтать не могла, что буду принимать участие в ваших эфирах, буду стоять на этой замечательной площадке клуба А2. А уж тем более я не могла представить, что мне будет представлена такая уникальная возможность исполнить песни талантливого, замечательного, уникального Аркадия Северного. И еще, более того, быть на одной обложке. Мое фото рядом с Аркадием Северным – это из грани фантастики. Было когда-то для меня. Поэтому спасибо огромное. Я также хотела выразить огромную благодарность всей студии «Ночное такси», где работают замечательные профессионалы, творческие, тонкие, чувствительные, обязательные люди, светлые. Спасибо огромное. Когда мне предложили на выбор несколько песен Аркадия Северного в том, чтобы спеть «Сигарету приму», у меня не было сомнений. Эта песня мне всегда нравилась. Я, в общем-то, слушала ее в исполнении Кати Огонек и Виктора Королева. У них немного другое исполнение, аранжировка. Но песня мне очень нравилась. То есть она сразу вошла после записи в мою концертную программу. Ни одни мои выступления не обходятся без этой песни. Песня «Журавли» – тоже очень красивая лирическая песня. Она нравится моим слушателям. Я также ее исполняю. Ну и я хотела бы выразить надежду на наше дальнейшее сотрудничество. Пожелать вам лично и всей студии «Ночное такси» творческих успехов, новых идей, мира и добра. Перед тем, как вы пойдете на сцену и будете петь новую песню, кстати, скажем, для истории она будет на испанском языке. Такой вот эксперимент будет, кстати, сегодня происходить на нашей съемочной площадке. Конечно же, ваше пожелание той аудитории, кто будет слушать ваши песни вместе с альбомом замечательного легендарного русского певца Аркадия Северного. Какое у вас есть пожелание этим людям, которые будут держать в своих руках этот компакт-диск? Как я уже сказала, я о чем-то не мечтала, а потом мечтала, а потом это сбылось. Поэтому всем, кто будет слушать и сейчас слышит меня в записи, я хотела бы пожелать – мечтайте и верьте в свою мечту. Она обязательно сбудется, если вы будете очень сильно этого хотеть. Что-то сигарета гаснет, что-то так меня тревожит, или вспоминает кто-то, или проклинает, может, а может, это ты, тоскуя, под окнами проходишь мимо, и коробку спичек жгуя, на три сигареты прима. Альбомный блок в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В альбомном блоке, собственно, показываю вам еще одну прекрасную женщину. Мы очень подружились с Татьяной Волковой, автором-исполнителем из города Пинска, из Белоруссии. Она неоднократно уже приезжала на наши съемки. Приедет и в 2017 году тоже приедет на фестиваль памяти Аркадия Северного. Я думаю, что даже не единожды мы встретимся с ней на нашей съемочной площадке в Санкт-Петербурге. Я, конечно, очень был приятно удивлен, когда в ушедшем от нас только что в 2016 году на 21-м фестивале памяти Аркадия Северного она исполнила песню, которая была специально написана для фестиваля. Песню, которая, собственно, посвящалась Аркадию Северному. Она с названием «Март-апрель». Я, признаться, никогда не прошу петь трибюты Аркадию Северному и никогда, в общем-то, не прошу тем более сочинять песни и посвящать их ему. Все это Татьяна Волкова сделала сама. И, поверьте, получилось все очень здорово. Эта песня полюбилась нашей аудитории, так же, как полюбилась и исполнение композиции из репертуара не только Аркадия Северного, но и Леонида Утесова. Мне очень понравилась, как получилась песня с одесского кичмана, которую, собственно, сейчас мы и поставим вам в эфир в этой рубрике. Надеюсь на то, что вы с интересом отнесетесь к тому, что делает Татьяна. Мы постараемся в этом году записать больше ее видео, поскольку мы планируем издать диск формата DVD, но, конечно, не в 2017, а, я думаю, никак не ранее 2018 года. Поэтому следите за появлением записей Татьяны Волковой в нашем эфире. Татьяна Волкова. Смотрим. С одесского кичмана Забежали два уркана Забежали два уркана Тайного вополю У княжеской малины Они остановились Они остановились отдыхнуть Один герой гражданской Вахновец партизанской Добраться невредимым А не сумел Он весь в винтах надетый И водкой подогретый И песенок ухакую Он запел Товарищ, товарищ Балетимые рамы Балетимые рамы В лаке Одна-то нарывает И другая заживает А третья я застряла в баке Товарищ, товарищ Скажите моей маме Что сын ее загибнул на постель С винтовкою в рекойю И шашкою в другою И с песнею весовой лагубе Товарищ, товарищ Заруете мое тело Заруете мое тело В глубоке С винтовкою в рекойю И шашкою в другою И с песнею весовой лагубе Товарищ, товарищ Товарищ Малахолиный Заруете мое тело В глубоке Накрой моим камнем Улыбку на уста мне Улыбку на уста Моя сладка За счет ж мы боролись За счет ж мы срождали За счет ж проливали Нашу кровь Они же там пируют Они же там гуляют А мы же подавляем сеновьёй С одесского кичмана И жали два ларкана Зарежали два ларкана Тайнового бутылку По волю У вязинской малины Они остановились Они остановились Отдыхнуть Моя мама Моя мама Ну вот и все На сегодня, дорогие друзья Это была программа Ночной такси на YouTube Я Александр Фрумин Как и всегда Рассказывал вам о музыке Шансона по-русски Я предлагаю всегда Ночной такси Не только смотреть, но и слушать Мы выходим Вот уже, кстати 23-й год На радио Наша радиостанция Называется Шансон 24 Оригинальный эфир Всегда происходит По субботам С 22 до 24 часов Подчеркиваю в онлайн Из нашей студии Расположенной в Санкт-Петербурге Программа записывается И затем дважды Ретранслируется Радиостанцией Русский Берлин На частоте 97,2 МГц ФМ Столицы Германии Первый эфир После оригинального выпуска В России Всегда происходит четверг Это с 23 до 21 часа Ночи можно слушать На 97,2 МГц ФМ Затем программа Еще раз Ретранслируется в Берлине Но уже в понедельник Также с 23 до 1 часа ночи Естественно в это же время С 23 до 1 часа ночи Но надо учесть Естественно что Вещание в Берлине Происходит по Центральноевропейскому Времени Я Александр Фрумин Искренне благодарю вас За внимание И прощаюсь Как и всегда До следующей недели На волне Ностальгических нот На волне Позабытых Мелодий Вместе с вами Ночное такси Городских Сиренат и Рабсодий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова